Ты поедешь или нет в больницу? Маргарита, 10 минут осталось Собираешься, ты что? Наконец-то настал этот день Сегодня мы едем снимать гипс Надеюсь, всем приветик Доброе утро Сегодня Маргарита не идет в школу Нам в 8.45 нужно быть в больнице Поэтому собираемся Надеюсь, сегодня снимут Но он воняет Скажи, я уже не могу, он воняет Хотя бы поменяйте мне его Скажи, не ошугаются все Все, мы поехали Пожелайте нам удачи Маргоша даже вчера Немножко развеселилась, потому что она уже чувствует Что время приходит Время близится к тому, что снимут гипс Но вчера Развеселилась даже, ей уже надоело Да? Она даже из-за этого гипса Не поехала С классом На вот эту спортивную площадку В горы Фотографии показывали Классно там очень Ой, солнышко светит Сегодня солнышко Так что, надеемся Сегодня гипса не будет В 8.45 И сейчас И сейчас 8.43 Маску Все, ждем Сейчас сделают снимок Опять И потом посмотрим Что будут делать Что будут делать? Что будут делать? все сейчас сделают снимок еще непривычно на нога трука легкая такая магида теперь не руку не выпрямляет по привычке забрали мы гипс на память 30 повесишь на стенку себе на память как тебе ощущение легкости да но непривычно руку разгибать в общем сказали 5 недель 5 недель и еще спокойно в общем без спорта без велосипеда спокойствие руку зачем оставить надо на память почему прикольная труба какая-то да мы зашли в магазин что-нибудь перекусить фруктики какие арбузики маленькие просто арбузик на пару килограмм они не вкусные мы покупали один раз такой маленький он общем зеленый был внутри мы выбросили что еще ручку немножко разминать старайся чтобы выпрямлялась вот так бы чтобы ты хотите я хочу кофе кофе хочу кофе вот такой вот кофе а ты откуда знаешь папа давай попробовать ну ладно раз магида говорит это вкуснее наш вкуснее взяли перекусить что мы взяли у папы сосиска в тесте в слоеном маргоши тоже поэтому не завтракали поехали сразу большой вот такой вот круассан просто огроменный вон какой он и кофе руку свою бонни спит даже не гавкает она даже не гавкает почему она нас не встречает бонни не встречает даже нас я же сказала она тут спит даже не гавкает где папа тебе ничего не принесли все сразу папе баба не дает облизать да бой как дела ударился что ли часики нашла каролина вчера потеряла свои часики нашел мальчик а там хорошо что в часах написан номер телефона и адрес написали его родители и сказали что часы нашли и вернули ну видишь как хорошо нашли и отдали на эту хотела только пожалуйста осторожно и не делай часто потому что можешь лисницы поломать и не сильно дави она попросила эту штуку как она называть как щипцы да щипцы для ресниц тебе не надо еще я себе купила тетрадь буду учиться а если точнее хочу итальянский будет учить буду учить итальянский такой смешной с каской и с рюкзачком прям как школьник в школу поехал как ученик выглядит табу не за тобой побежит на работу кстати смотрите как у нас авокадо уже выросло вот быстро растет а я еще одно там поставила водичку еще одну косточку пока пока 20 километров ему ехать до работы убежала домовен какая хулиганка непослушная убежит сейчас все убежала поймали хулиганку ты комиксы читаешь simpson это библиотеки ты нравится комиксы это уже раньше комиксы читала а маргуша спит опять мне кажется у него такой период ленивца читала в интернете что в этом возрасте это нормально если ребенок так так у тебя ведет спит много становится пассивные растет очень быстро организм и устает в последнее время очень много спит пусть отдыхает сегодня я сварил на ужин рыбами и супчик рыбный суп еще с креветками на ужин креветки они уже разморозились и вот рыбка красная гулять пойдешь еще полчаса 30 минут мами дитя вы просто петли вайсбенте мать сам скитин мэри 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 при этом будем и нужно Подожди, нужно шелкнуть. Купаться. Осторожно, спиной-то так ее не надо. Переверни ее лицом. Морочкой вперед. Плыви, плыви, плыви. Вот так. Купаться сегодня будем. Чтобы ушки не так. Это мы в Испании покупали. Вонечка, ты же любишь водичку у нас? Да, конечно. Конечно, любит. Все, готова, принцесса. Чистенькая. Не вонючая. Пойдем. Не отпускай ее пока, Каролина, держи. Тише, она будет вытираться. Ее сейчас нужно хорошенько. Так вот, полотенчиком. Все, сейчас вытрится. Ну, куда ты залазишь? Ты там прямо на залазе. Хрюкай, хрюкай. Куда там прям в угол залазить? Молодец. Там вот так идет. В общем, вот морковка, которую я заморачивала. Замораживала. Помоги мне, пожалуйста, подкрой. И теперь я беру, вот так вот, отламываю, сколько мне нужно. И в суп. Вот так вот. Я специально таким пластом тоненьким заморозила, чтобы было легко ломать. У нас хорошо ломается. Все, закончила с уроками? Да? Нет? Закидываю я картошку. Что-то я перепутала. Нужно было сначала картошку, а потом морковку. Ну да ладно. Все равно сварится. Картошечку закидываем. Добавлю немножко томатной пасты, рыбку и креветки. И все. Лук я закидываю сразу целиком, потому что дети не любят, когда лук попадается. И перчик тоже я закидываю целиком. И не хочешь зажарку? Не хочешь зажарку? Да я знаю, что не хотите. Я уже знаю, что вы любите. Это че зажарка? Зажарка? Когда зажаришь лучок, морковку. Ну вот. Посижу немножко на улице. Ветерок дует такой. Прохладненький ветерок. Хотела рассказать, почему я собираюсь учить итальянский язык. В Швейцарии есть несколько государственных языков. Это немецкий, французский и итальянский. С немецким я вообще не дружу никак. Я уже сколько лет здесь живу, и у меня никак не получается выучить. Именно вот разговорный. Я немного понимаю, конечно, но разговорный у меня никак не получается. Вот. А итальянский, мне кажется, он немножко попроще. И так как я уже знаю испанский язык, мне будет проще выучить итальянский. В Швейцарии можно разговаривать на трех языках. На немецком, французском и итальянском. Поэтому попробую. Лео знает итальянский. Ну, он тоже разговорный итальянский знает. Поэтому мне, в принципе, есть с кем практиковать и с кем разговаривать. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Все. Пришло время режуть рыбку. И креветки. Как только начинаем ложиться спать, у вас сразу игры намечаются. Почему так? Нет, мы делали гонки. Да, нужно было раньше играть, а не сейчас. Завтра оставить это? Нет, это не нужно оставлять. Папа придет, потом наступит, больно будет. Сейчас папа придет с работы. Давайте, убирайте. Вот так всегда. Не могу понять, почему сразу как нужно идти спать, сразу. У них прям фантазия просыпается. Все, убираем. Просто нужно свернуть и убрать в сторону. Я не говорю, чтобы ты ломала. Деток спать уложила. Теперь можно спокойно позаниматься. Никто не будет мешать. Никто не будет отвлекать. И начать я хочу с того, с чего я начну. Сейчас я в интернете найду какой-нибудь сайт для изучения итальянского. Базовые фразы, которые встречаются каждый день. Приветствия, например. Сразу же хочу выучить местоимения на итальянском. И, скорее всего, только два местоимения похожи на испанский. Это я и ты. Готовила тетрадь. Готовила тетрадь. Ручку. Сейчас буду все переписывать и потом учить. Вот она. Тут есть табличка. Скорее всего, я ее перепишу себе и буду учить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь уже вопросительные слова есть. Тоже их нужно выписать, запомнить. Туда еще одна поместится, наверное, вот это вот я. Вопросительные слова сейчас выпишу. Основные. Как я и говорила, язык очень похож на испанский. Я решила еще и видео смотреть. Не только так информацию искать в интернете, но еще и видео, чтобы объясняли. Время уже без 20.12. Я уже устала. Я сижу, смотрю ролики и у меня глаза закрываются. Поэтому пойду я собираться спать и буду с вами уже прощаться. Всем спокойной ночи. Пока. И увидимся в следующем видео.